Добрый вечер! Ой, думал, не доживу до вечера. Думал, не доживу, не дотянул. Пока лекарство приготовилось, оно ж с бухты-барахты ж нельзя ж готовить, а то мало ли шо, какие потом, как они там, сопутствующие, или какие-то, ой, Боже. Фух, и прямо в жарке, да, колоте, но уже чуть-чуть лучше, вы знаете. Так, я, наверное, шляпу сниму. Вы видите, батя мой покойный царством и небесно говорил, говорит, то дурные волосы покидают умную голову. Так я постригаю, чтобы мне так было видно, сколько умных волос у меня с головы ушло. А то еще говорят, если лисеев спереди, то умный, а если сзади, то гулящий. А я еще в мореходном училище, только в Ростове учился, в Ростовском мореходном училище рыбной промышленности, на судоводителя. И сидим мы как раз на судовождение, преподаватель подходит, встал вот так сзади меня, здоровый такой мужчина был, и вот так пальцы ложит на головы. Да, Сережа, девок ты любишь. А я поворачиваю, он думает, что подзатыльник еще не дал. Я говорю, а как вы определили, он говорит, лисеев сзади, по чужим подушкам много трехся. Вот такие народные имеют, товарищи. Ну ладно, давайте, значит, что мы. Вот это мне, наверное, от давления будет. И вот это. И вот это. И, наверное, нет, это не надо. И вот это. А это тогда от головы, а это от гландов. Ну, наверное, хорошо сыхать. Ну, оно ж в возраст, то там хороба, то там хороба, поэтому лекарство надо лечиться, надо регулярно, основательно и никак попало. Не пускайте на самотет. Лекарство, здоровье, оно одно. Им надо дорожить. Вот полечился, утречком еще выскочу, еще курочку зарубаю, отварю, или еще в духовочке запеку на банку. Туда чеснока, литровая банка, туда чеснока и воды. И вот так одеваешь, ну, только уж обскупать надо и разделать, а то вы вместе с перемешью захерасите. В банку одеваешь и в духовку. Она пропаривается, и запах чеснока тогда, и все. А детям вот хорошо. Аллочка, а что там вот это детям ты приготовила? Рис. Правильно, правильно. Рис – это сила. Китайцы, они японцы рис херачат, шо, а ты не глядь и не мядь. Вы ж не хвора, это, это, деточки. А, папа вы все. Ну, Сеня, шо, шо у тебя? Голова. И шо? Мясо надо, шо? Да, можно. А-а-а, ты бачишь. Шо, Анюта, и ты приболела? Перед глазами черной груди написано. Да ты шо? То пороблено. То и шо? Тоже мясом. А ты шо, сынок? Как с Христа снятый стоишь? Руки ватные, ноги ватные, еще уроки, чуть-чуть ручка не поднимается. Да ты шо? Можешь хоть чепертинку там, чепаловинку там. Курочки половинку? Договоримся с тобой. Ой, боже. Емуська, шо и ты заболела-то? Шо болит у тебя? Шевалик болит. Да ты шо? Я захочу, да? Да ты моя куколка. Ну, шо, ребята? Значит, надо лечить всех. Вот тут две курочки, я ж вам показывал, две курочки. Маловато, Аллочка. Сейчас побегу, мать ищешь, чтоб две глупану, потому что внуки у нас одни. Лянь, какие красавцы. Лянь, какие хорошие. Надо их, Аллочка, лечить. Им одну курочку, а меня тогда две. А одну на завтра, потому что лечение одним днем не лечится. Не-не-не-не-не-не-не. Надо долго лечить. Так что пошел я за курочками, все. Всего-всего.